На заседании правительства Тверской области была рассмотрена работа службы скорой помощи в регионе. Поддержка специалистов, обновление автопарка, повышение оперативности работы, а также определены задачи по её дальнейшему развитию. Тем продолжит Наталья Чекет. Сегодня служба скорой медицинской помощи состоит из единого диспетчерского центра. Центра медицины катастроф, 12 подстанций и 33 постов в муниципалитетах. Всего в регионе работает 135 бригад СМП. А в системе скорой помощи трудится 2200 специалистов. Действует система целевой подготовки кадров. В последнее время это стало действительно престижно. Выпускники многие этого хотят. У нас благодаря нашему федеральному Минздраву выделено достаточно количество мест в ординатуру по скорой помощи. То есть люди идут, заканчивают ординатуру. После этого они становятся совсем высококвалифицированными врачами скорой помощи. С 2021 года в Тверской области работает единая централизованная система скорой помощи. Во время заседания губернатор отметил, что алгоритмы взаимодействия службы с населением и лечебными учреждениями, куда доставляют пациентов, должны быть максимально отработаны. Второй этап повышения качества этой работы, чтобы скорая помощь сразу при начале транспортировки связалась с медицинским учреждением, получила подтверждение и больной был доставлен в то медицинское учреждение, где есть специалисты по показаниям, где есть место для него приготовлено, койка там, если это не плановая операция. И, конечно, чтобы было хорошее, доброе отношение самих работников медицины к тем людям, которые нуждаются в их помощи. На заседании рассмотрели статистику времени приезда бригад по вызовам. Сейчас по неотложным и экстренным вызовам оно в среднем соответствует общефедеральным нормативам. Выросла оперативность при реагировании на дорожно-транспортные происшествия. По данным за четыре месяца текущего года, среднее время прибытия бригады в пределах города уменьшилось до 9,5 минут. В регионе продолжается работа по улучшению материально-технического снабжения службы. Сегодня идет работа по модернизации технической базы, это обновление автотранспорта, это ремонт подстанции скорой помощи на территории всей области, это обновление формы, одежды. Проанализирована работа единого диспетчерского центра. В прошлом году сюда поступило более 400 тысяч обращений. Отдельно рассмотрена работа службы 122. По этому номеру действует горячая линия Минздрава региона. Ведется запись жителей на прием к врачам и на диспансеризацию. Проводятся консультации врачей, прием обращений граждан по актуальным вопросам. Передача вызовов в неотложной форме в амбулаторное звено.